Конечно, в июльских дождях для аграриев есть свои плюсы, однако есть и минусы. Так осадки приостановили уборку на полях региона. Чем чревата такая задержка для хлеборобов, узнал наш спецкор Ларис Лазука. Ну как же ждали этих дождей на полях Волгоградской области. С самой весны не выпало ни капли. Небесная канцелярия откликнулась в разгар уборки. В Калачевском районе дождь пошел в ночь, накрапывает и сейчас. Комбайны стоят. Но в фермерском хозяйстве Штепа комбайны встали на пару дней раньше. С уборкой озимых здесь уже закончили, а ячмень еще не подошел. Поэтому такая задержка потерями не грозит. Андрей Викторович, мы знаем, что у вас завтра личный праздник, юбилей. Как вам такой подарок небес? Ну знаете, дождь всегда во благо для крестьян. Поэтому тут такого не бывает, что вовремя, не вовремя. Ну может быть к уборке и не вовремя, но заправка на пары будет вовремя. Мы же всегда надеемся, смотрим вернее вперед и надеемся на новый урожай. А это все-таки уже задел к будущему урожаю. Очень надеемся на это, что соединится влага в парах. Мы ее удержим до начала сева. Этот год стал для аграриев очередным испытанием на прочность. Недобор из-за засухи ожидается существенный. Здесь озимые дали в среднем 21 сантиметр с гектара при исключительно высоком качестве. Все зерно у нас третьего класса. Не четвертого даже, а третьего все класса. То есть зерно самое, что ни на есть, самое лучшее макомольное. На удивление, натура великолепная в этом году наряду с качеством зерна. Ну а урожайность, ну что, мы просто быстро все забываем, скажем так. Вы вспомните 2012, вы вспомните 2013 год. По яровым культурам 15-й год провальный. Тоже такая же ситуация. Ну, в такой зоне мы живем. Что теперь сделаешь? Ну, для тех, кто с озимыми не управился, у кого уборка в разгаре, как это повлияет? Ну, вот это, конечно, повлияет в первую очередь, конечно, на качество повлияет. Потому что одно дело, ливневый дождь разовый, который прошел, как бы он не смывает клейковину. А хуже, вот как сейчас, облажной дождь, который нудный, долгий. Вот здесь качество может уйти. Тучи ходят, хлеборобы слушают прогнозы, смотрят на небо. Как только просохнет, готовы продолжить жатву. И эти июльские дожди – настоящее спасение для поздних культур, которым еще расти и расти. Цветущий сафлор, кажется, даже повеселее.